Сейчас мы находимся в Дальнем Засвияже. Этот микрорайон активно развивается и строится. Здесь создается много молодых семей с детьми. Давно возникла потребность в детских садах и спортивном комплексе. И совсем скоро эти объекты здесь появятся. Детский сад на улице Отрадной почти готов к открытию. Его построили по нацпроекту «Демография». В здании завершили внутреннюю отделку, завезли мебель и оборудование. Кровати для детей оснащены ортопедическими матрасами. Оборудован современный компьютерный класс и удобный спортивный зал. Во всех помещениях установили рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Внутри светло, просторно и уютно. Сейчас идет благоустройство территории. Новый корпус и детские площадки будут готовы принять 280 маленьких жителей Засвияжья уже в ноябре. Губернатор Алексей Русских посетил детский сад и лично оценил качество выполненной работы. Вы комплектовали персоналу? Персонал практически, да. Педагогическим персоналом, да. Часть обслуживающего персонала. Осталось там чуть-чуть. Здесь музыка, вокал будет, да? Да, да, да. Здесь такие творческие занятия будут. Детский сад на улице Шигаева на 160 мест строят по национальному проекту «Жилье и городская среда». В этом году из федерального бюджета на учреждение дополнительно выделили более 20 миллионов рублей. Строительство началось в марте. По информации Министерства ЖКХ и строительства, готовность объекта 60%. Объект планируют сдать к июню 2023 года. Планируем до конца месяца закрыть комнату, то есть установить оконные и наружные двери. До 7 ноября закончить кровлю и следующим этапом закончить теплотрассу. Тепловой узел внутри отопления. На улице Александровской продолжается строительство спортивного комплекса для детей и взрослых. Почти 10 лет объект не могут завершить. Недавно его передали областному министерству спорта. Разработать проектно-сметную документацию и привести экспертизу помогли частные инвесторы. Мы сделали это все, вступили в программу, получили деньги на достройку этого здания. И сейчас это будет дворец спорта хороший, классный получится, где будут представлены все боевые искусства города, области. Будут проходить международные соревнования, российского уровня соревнования. Местные жители давно и с нетерпением ждут открытия этого спортивного комплекса. Уже к 9 мая здесь планируют приступить к тренировкам. Во дворце единоборств организуют занятия фитнесом для взрослых, чтобы родители провели время с пользой, пока ждут детей с тренировок. Нам обязательно нужен такой спортивный объект. Почему? Потому что вот за это все время мы смотрим ни одного спортивного секции, ни одного спортивного клуба у нас здесь практически нет. И когда стали вот этот объект строить под универсальный спортивный комплекс, мы, конечно, все обрадовались. За Свияжье – быстро развивающийся район. Для Ульяновской области важно, чтобы молодые семьи и дети были обеспечены объектами социальной инфраструктуры. Губернатор Алексей Русских подчеркнул, что несмотря на удорожание строительных материалов и пересмотр смет, объекты обязательно будут достроены к обозначенным срокам. С финансовым, да, все решили. Все решили. Понятно, что есть проблемы. Есть проблемы с наполняемостью бюджета. И сегодняшняя ситуация, в которой в целом цена находится. Но, в принципе, мы по этим стойкам есть понимание, как финансировать все подземное. Строительство детских садов и спортивного комплекса в За Свияжье находится на контроле губернатора Алексея Русских.